Из Армении очень часто абсурдизируют визиты представителей Верхних Державок именно в Армению. Это не визит в Армению, она проехалась по нескольким странам, она была в Скандинавии, она на Южном Кавказе, сейчас в Армении, Грузии, Азербайджан, потом она будет в Турции и, судя по всему, потом будет в России. Это визит, наверное, я думаю, последний визит госсекретаря Соединенных Штатов в нашу регион, по крайней мере в этой каденции, как будет выбор, и кто будет госсекретарем в следующем году, непонятно, будет в этой каденции, наверное, это точно последний визит. Я бы не назвал это одним визитом во все страны, потому что повестка немного отличалась в разных странах повестка дня. Это три разные визита в три разные страны, с каждой из которых есть отдельный список проблем, которые нужно обсуждать. Объединяет, по крайней мере, те визиты, которые прошли, это Армения и Грузия, объединяет их сосредоточенность на внутренней политике. И в Грузии, и в Армении выборы, ну в Армении одни уже прошли, другие еще будут. В Грузии будут и парламентские, и президентские. И насколько мне удалось отследить, три раза госпожа Клинтон в Грузии сказала о том, что Россия – это не главная проблема Грузии, а главная проблема Грузии – это то, каким образом пройдут выборы. То есть, вот процесс демократизации, процесс строительства демократических институтов. Грузинской пропагандой достаточно умело это было преподнесено, как то, что госпожа Клинтон сказала, что Соединенные Штаты Америки, скажем так, обеспечивают безопасность Грузии. На самом деле, мне кажется, что совершенно другой был посыл в этом, что Россия вряд ли собирается предоставлять угрозу для Грузии во второй раз в 2010-2022 года. А то, что и как произойдет в Грузии на выборах, важно для Соединенных Штатов. То же самое и для отношения Соединенных Штатов к этой стране. Похожее нечто было здесь. Госпожа Клинтон говорила о том, что об отношении ее и, соответственно, ее государства к выборам парламентским, которые прошли, что называется, погладила поголовки. И были сказаны слова о том, что нужно на этом не останавливаться и продолжать демократическое развитие. Конечно же, я уверен, что и тут, и там говорилось об Иране. Однако в прессу, как вы, наверное, знаете лучше меня, в общем, практически не попало ничего. То есть, очевидно, госпожа Клинтон каким-то образом информировала главы государств в Грузии и в Армении о планах Соединенных Штатов вокруг Ирана, всего того, что касается Ирана. Очень разные страны мы в этом смысле. У Армении с Ираном, ну, в силу наличия границы и отсутствия очень большого выбора, у Армении с Ираном довольно хорошие, благоприятные отношения. И, очевидно, для Соединенных Штатов существуют какие-то красные линии, которые нельзя переступать в отношения с Ираном. Я полагаю, что наверху об этом было разговаривать. В Азербайджане будет совершенно по-другому, потому что у Азербайджана как раз взаимоотношения с Ираном, ну, я бы сказал, здесь самые благоприятные, особенно в последнее время. Азербайджан всеми силами, своей риторикой пытается демонстрировать плохие отношения с Ираном. Это, конечно, игра на американцев. И, соответственно, наверное, там будут делаться какие-то гарантии безопасности Азербайджана при любом развитии событий. Кроме того, вот мне очень интересно, я не знаю, насколько это будет открыто и насколько этого будет много, но, несомненно, будет разговор о внутренней политике тоже. А в этом смысле Азербайджан резко отличается от своих соседей. Ситуация в этой стране и от Грузии, от Армении отличается в худшую сторону, на порядок. Я имею в виду ситуацию с оппозицией, ситуацию со свободой слова и ситуацию, которая вообще развивается вокруг состояния демократических механизмов или, точнее, может быть, отсутствия демократических механизмов в этой стране. С другой стороны, страна нефтяна и газовая, и она важна для Запада. Поэтому, что недовольство госпожи Клитер будет выражено очень публично и громко, я сомневаюсь, но что оно будет выражено в этом сомнении нет. Был бы рад ошибиться, но, к своему огромному сожалению, я думаю, что такого рода акции практически неизбежно. Это не случайности, это не то, что происходит, потому что там, я не знаю, сержант Магедов случайно бросил гранату. Это выверенная политика. Она достаточно синхронизируется с другими аспектами внешней политики Азербайджана. В данный момент, я думаю, что очень вероятно, что это синхронизировано с визитом к Клинтону. У такого рода акций есть, несомненно, рациональное зерно. Так же, как, на мой взгляд, нет никакого рационального зерна в разговорах о реальной войне между Арменией и Азербайджаном. Так, есть рациональное зерно с тем, чтобы время от времени осуществлять вот такого рода акции на границе. Каково это зерно? То есть, мне кажется, что пересделки на границе почти единственная возможность шантажа для Азербайджана на уровне внешней политики. Почти уже ничего не осталось. Пропаганда, несмотря на очень распространенное в Армении мнение о том, что Азербайджан успешно проводит пропагандистские акции, он успешно их проводит, только они не работают. И вот ограниченность слов, она очевидна совершенно за последние, ну, уже почти 20 лет после того, как закончилась Карабахская война. Постепенное нагревание градусов слов или риторики привело к тому, что появился вот этот феномен перестрелок на границе. И я боюсь, что остановить его очень трудно. На самом деле, все мировое сообщество пытается остановить перестрелки на границе. Это знаменитый вопрос отвода снайперов. И Азербайджан очевидным образом на это не идет, потому что этот инструмент Азербайджану нужен как во внутренней политике, так и во внешней. Что это за инструмент, для чего это делается? Ну, на сегодняшний день реальное мировое сообщество, от минской группы до представителей ведущих держав, по-серьезному не требует от Азербайджана урегулирования конфликта, потому что урегулирование конфликта невозможно в политической перспективе, в краткой, среднесрочной политической перспективе. Это совершенно очевидно. То та степень уступок, которая нужна от Азербайджана, на нее совершенно не может согласиться. Азербайджан, та степень уступок, на которую должна пойти Армения, с точки зрения мирового сообщества, не готова пойти Армения на горных гробах. Соответственно, разговор идет сейчас о том, чтобы сохранялась статус-кво и переговорный процесс. Азербайджанам и своей публике, и на внешнем мире нужно демонстрировать постоянно, что а. статус-кво его не устраивает, б. статус-кво вообще-то нет. Нет перемирия, а есть ситуации, которые нестабильны, и поэтому надо пытаться уговаривать, надо пытаться давить на Армению и так далее, и так далее. Эти, повторюсь, то, что происходит с перестрелками, это рационально, с азербайджанской стороны. Что касается реакции армянской страны, на последние годы она всегда одинаково, армянская страна реагирует достаточно жестко, и если проследить за балансом погибших в таком роде столкновениях, то с азербайджанской стороны погибших всегда больше. Другое дело, что я опять-таки боюсь, что это оказывает малое воздействие. Во-первых, потому что Азербайджан, там другая структура прессы, другая структура оппозиции, Азербайджан по-другому построен в этом смысле. И рядовой азербайджанец просто может не узнавать о том, что реально произошло. И во-вторых, в общем, гибель, там 5 человек погибло, или 7 человек погибло, или 15, или 20, для Азербайджана в общем не имеет очень большого значения. Поэтому я боюсь, что в этом смысле я бессимистичен, и попытки внешних сил заставить Азербайджан прекратить это, то есть отвезти слайперов, они, я боюсь, что не будут успешно эвалидовщими. Спасибо.